В главных ролях Элисон Эрмитейдж Майкл Уорс Кристо Саус И Лиди Деньев Отряд Акапулько Панама Краеведческий музей Осторожно, сигнализация Панама Краеведческий музей Заденешь за лучи, для тебя все кончено Вспомни, как мы готовились Давай, давай Хорошо Копье судьбы Этим копьем римский центурион пронзил тело распятого Иисуса Христа Здесь, давай Тихо, тихо По этой стороне Будь осторожна Осторожнее Ну что, готов? Давай Раз Два Три Хорошо Помедленней 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 Тише Так, опускаем Уходим, уходим Операция Копье судьбы Из тебя получится отличный папочка, Томми Отстань А что, тебе не нравится? И мне тоже так кажется Слушайте, что вы ко мне прицепились? Если тебе нравится возиться с этими игрушками, я представляю, как тебе понравится живая игрушка и в пеленках Очень остроумно Ладно, брось это и помоги нам Секундочку Оператор Людек Богнер Самое известное семейное телешоу Ничего, если я задам каждому персональный вопрос Что ты имеешь в виду? Когда мы все были детьми, какое было ваше любимое семейное телешоу? Не знаю, поверите ли вы мне, но мне больше всего нравилась семья Брюди Банч Да, оно было убойное Значит, тебе они не нравились? Они оба слишком приторные Вот шоу Флинстоны Это действительно класс Я бы хотела, чтобы Фрит и Вильма из этого шоу были твоими родителями Кому только могло прийти в голову такое? Мне Послушайте лучше меня Сэр Десмонд Эшвард, директор лондонского общества любителей античности, хочет нас нанять Зачем? Мы должны найти копье судьбы Это что-то из древней истории? Да, это известный исторический факт Римский солдат ткнул этим копьем распятого Иисуса Христа, чтобы убедиться, что он умер Дай-ка на минуточку Так, копье было украдено из музеев Панами И так далее, и так далее Античное общество полагает, что оно может быть где-то здесь Есть подозреваемые? Да, двое Лайл Деккер, духовный наставник некой секты экстремистов И Дэвид Келли, известный под кличкой Волнорез Он что, увлекается серфингом? Да, бывший чемпион мира Правда, сейчас он не удел Между прочим, недалеко отсюда будут проходить соревнования по серфингу Они начинаются в субботу, вход бесплатный Неплохое прикрытие Кстати, о плате, сколько общество собирается нам заплатить? 500 аванс и 20 тысяч, если мы найдем копье Лично я за Да, серфинг, экстремисты, какая здесь связь? Автор сценария Деннис Ричардс Итак, копье, экстремист Деккер хочет употребить его в своих целях Ты думаешь, это серьезно? Режиссер Франк Чарльз Копье, это еще и символ неонацистов В таком случае нам нужно обратиться к самому фюреру Перестаньте, с такими вещами не шутят К этому надо относиться серьезно Если мы хотим еще одну мировую войну, у нас будут все шансы ее получить Как говорил Альберт Эйнштейн, все в мире относительно Я думаю, нужно отправить в Лондон факс И сообщить им кое-какие приятные новости Что-то сегодня не идет Так можно сломать себе шею Если все будет, как мы запланировали, то эти соревнования нам больше вообще не понадобятся Этот экстремист, Лайл Деккер, официальный спонсор соревнований? Да, вместе со своей женой Хильдой В это невозможно поверить Почему? Таких совпадений в жизни не бывает Посуди сама, у нас только два подозреваемых И вдруг между ними появляется некая связь Они оба имеют отношение к соревнованиям Больше того, волнорез находится в списке приглашенных на вечеринку к Лайлу Деккеру Это еще что за вечеринка? Почему я ничего не знаю? Мы должны получить приглашение на виллу Деккера Чтобы все там осмотреть, нужно узнать, у него ли копье Он наверняка знает что-то о похитителях Легче сказать, чем сделать Могу я сказать? Я не думаю, что будет трудно попасть туда без приглашения Нет, нет, все-таки лучше быть приглашенными Только если ты опустишь руку, здесь тебе не школа Извини, у меня это привычка с детства Джоанна, давай ближе к делу Вы сказали, вход бесплатный Значит, это благотворительная акция Этим надо воспользоваться Как дела? Добро пожаловать Очень рад вас видеть Здравствуйте Как вы? Я должен поздороваться с этой женщиной Прошу внимания Всех прошу внимания Я надеюсь, что вам здесь все очень нравится Это просто замечательно Вы приготовили для вас сюрприз Вам предстоит увидеть показ мод самых последних моделей купальных костюмов Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Друзья мои, пожалуйста, подойдите ближе Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда Я ценю это и очень всем благодарен Как вы знаете, сегодня особенный день Наше движение ширится по всему свету Каждый день я получаю тысячи писем и телефонных звонков, готовых помочь нам своими пожертвованиями Этот день пришел для нас, представителей высшей расы, и мы должны вновь взять контроль над миром, чтобы им управлять Управлять! Субтитры создавал DimaTorzok Это как раз то место, где было украдено копье Я полагаю, оно не внесено в грузовую декларацию Нет, ну послушай Это документы на груз произведений искусства Оформленные на месте с Хильду Деккер С оплаченной доставкой Отлично! Нужно все это показать Джоанне А теперь нам пора валить отсюда Да Я нашла его, Томми Я нашла это судно из Панамы Оно приходит в Пуэрто Валарто завтра после обеда Отлично! Не такое уж дерьмо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это? Чушь! Николь никогда бы не ушла, ничего не сказав мне Пусть это будет между вами Я знаю только то, что она уехала с джентльменом И она сидела с темным голубого цвета Да? Мне нужно время, чтобы немного прийти в себя Конечно, будьте мои гости И ходите к нам, когда захотите Это была моя ошибка А что случилось? Мне бы следовало хорошо подумать, прежде чем запирать францужинку в винном погребе Попробовал бы закрыть меня в другом месте Нет, 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 мне надо показывать свой характер Характер? Я сейчас покажу свой характер Хватит Больше никаких игр Кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Говори, или твой труп обнаружат где-нибудь на пляже Или вообще никогда не найдутся Я ничего не скажу, пока эти идиоты не отпустят меня Ну что ж, тогда приступим Кто вы? Кто? Зачем суете нос в мои дела? Проверьте, что за шум? Мне кажется, не только я здесь непрошенный гость Брось пистолет Я не подумаю В таком случае я застрелю ее Давай Она мне порядком надоест Спасибо Ты блефуешь А ты можешь это проверить Пожалуйста Не стреляйте В конце концов мы все там будем Столько ждала этого момента Я тоже хочу заставить ее слегка подергаться Очень милая Тебе-то что я сделала? Лично мне ничего? Ничего Но такие, как ты Без конца шастали в спальню моего мужа Без стука Он не мой тип мужчины А он твой тип? Подождите Она нам понадобится позже Для чего? В качестве плата Рамиресу Я обещал ему парочку девочек Когда он причалит Ты уже стал сутенером? Это мужское дело Поверь мне Ему просто нужно немного нежности Так же, как большинство из нас Не люблю ждать Я тоже Может мы сейчас пойдем на эту виллу И не будем ждать наступления темноты? Нет, это плохая идея Я хочу сказать, что нас могут застукать Это так, но... Кроме этого у меня... Ну хорошо, хорошо Я уже все понял Это твоя интуиция, так? Возможно Но и не только это Но и ресторан У меня после обеда изжога Чертов соус На вкус замечательно Но после него... Знаешь, Джоанна Я всегда прислушался к твоему мнению Если ты говоришь ждать Значит будем ждать Но если они захватили Николь Значит она в опасности Я не уверена, что права У меня просто это... Это... Я... Понимаю Это предчувствовали Шестое чувство Но это не серьезно А что если... Мы украдем это копье И предложим его продать В обмен на Николь Как вы думаете? А что тут думать? Конечно, это идет к идее Я думаю, что нам пора прекратить заниматься ерундой И отправиться в большой город Кстати, я никогда этим не занималась Запомни, нужно только показать Ромеросу деньги И не отдавать, пока не получишь копье Как ты думаешь, он здорово обдерет нас? Конечно Он уже доказал свою беспринципность Когда заполнил грузовую декларацию Возможно, его жадность на этом не кончается Она не кончится даже после его смерти Точно А как ты собираешься организовать? Я не пойду с тобой Я тебя держу не для этого Бруни, как тебе не стыдно? Почему ты забыл сказать ей? Что забыл сказать? Планы поменялись, дорогуша Это еще что такое, черт возьми Тебя подставили? Разве ты не понимаешь? Подставили? О чем это вы? Сидеть Как ты смеешь? Ты, плавучее бревно, отвали от меня Плавучее бревно, очень остроумно А теперь успокойся, любовь моя Нет никакой причины выходить из себя От нашей дружеской размолвки Ты наивный ублюдок Возможно Вы хотите продать меня за нее? Точно А как же Панама? И все эти песни под луной и розы Что ты мне дарил? Мне очень стыдно Ничего тебе не стыдно Такое есть, такое есть Заперите ее в винном погребе Зачем тратить время? Почему вам не убить меня здесь? Хильда, дорогая, неужели ты думаешь, я смогу это сделать? Ты все равно не оставишь меня в живых ублюдок Но тебе не будет на этом свете покоя Ты будешь следующая Значит Я больше никогда не увижу Париж? За Париж Забудь про это Меня больше интересует наше будущее Неужели Хильда была права И у меня его нет? В жизни вообще нет ничего постоянного Разве это что-то меняет? Живешь трудно Умираешь молодым Зато хорошо смотришься в гробу Это мне подходит Ты что-то решила? Счастливая старость в богаделье Не входит в мои планы Я имею в виду совсем другое Такова жизнь А как твоя подруга? Как меня поймет? В любом случае, нам на двоих всегда не хватало денег Итак, мы договорились? При одном условии Назови его Ты не убьешь меня до тех пор, пока мы не истратим все миллионы, которые ты получишь за копье Какой-то мальчик только что принес это Говорит, что это от Николь Поставь ее Привет, ребята Как вы видите, я на вилле Лайла Что она делает там с фуржером шампанского? Кэт Тебя должно быть интересно, что я здесь делаю Вы словно читаете мысли друг друга Мне стыдно говорить это Но я струсила и не смогла сказать вам всю правду в лицо Правду? Я покидаю вашу команду, Акапулько Хит Бьюсь об заклад, кто-то ее заставляет говорить это Я знаю, что вы думаете, что меня принуждает, но все это не так Это все моя идея Я уезжаю с Келли в Париж Я всегда хотела жить именно там и больше нигде Я знаю, что вы поймете и простите Прощайте, мои друзья Прощайте Я всегда хотела жить именно там и больше нигде Что за чушь она несет? Николь знала, что мы зацепимся за это Видимо, она действительно попала в серьезную переделку Мы уже на месте Все поняла Что она там делает? Хороший вопрос А где Лайл Деккер? Все становится странным, так говорила Алиса Да Но это не страна чудес Ты не сделаешь этого, Рамирес Ведь это я придумала, как заработать деньги Заткнись У тебя есть выбор Или ты имеешь дело с Келли, или познакомишься с могильщиком Все нормально А что теперь с ней? После того, как она тебе надоест, можешь отдать ее бандитам или своей команде Забирайте Еще не слишком поздно Поздно для чего? Еще не поздно вспомнить про меня, и я сделаю тебя богатым счастливым И мертвым По мне уж лучше, Келли Пожалуйста, не надо Выпустите меня Забирай свою барахву из моей машины Вот так Что это были за крики? Не знаю, может что-то случилось Не было времени разузнать Оставайся на связи Все эти шутники появятся снова на вилле Что я должна сделать? Сейчас ничего Просто садись в машину Возвращайся к Вилле И будь на связи Договорились? Замечательно Все идет хорошо, ребята Они уже едут Все получилось У меня не бывает проколов Ну что, давайте праздновать Я принесу шампанское Две бутылки Я хочу, чтобы этот праздник никогда не кончался Я хочу, чтобы этот праздник человек не кончался Девушки отдыхают. Здравствуйте. Вы позвонили в центр мода Акапульта. Нас в этот момент нет на месте. Но если вы оставите свое имя и номер телефона, мы вам перезвоним. Джоанна, это Николь. Скажи капитоме, что копье у людей Келли. А вот это зря. Ты и я, мы могли бы повеселиться вместе. А теперь ты станешь хормом для рыб. Джоанна, ты уже на месте? На месте. Отлично. Теперь жди 30 секунд, и затем делай то, что я тебе говорил. Все поняла. Томми? Нет, не сейчас. Но! Я сказал, не сейчас. Хорошо. Только не говори о том, что я молчала. Ты что, слеп и не видишь, что я еду? Заткнись, уже ничего не изменить. И ты еще не купила эту чертову дорогу. Ну ты чокнутый, ты что, правил не знаешь? Пошла ты. Ты думаешь, если я женщина, то ты можешь... Кто позволил тебе взять мою машину? Моя не заводилась. Я пыталась тебе сказать, но ты уже повесил трубку. Успокойся. Ты только посмотри, на что он теперь поход. Твой грузовик уже сам просится на кладбище. Вы забыли, зачем мы едем. Мы теряем время, а Николь в опасности. Хорошо, хорошо. Оставайся здесь и, пожалуйста, не мучай больше мою машину. А как ты, интересно, об этом узнаешь? Ты когда-нибудь занималась ссорфингом? Нет. Тогда ты многое в этой жизни пропустила. Надеюсь, что не все. У меня в жизни была одна мечта. Представь себе, лето, и мы с компанией ребят, таких же, как и я, любители серфинга, проводим целый день на пляже, ждем настоящих волн. И что из этого? И вот однажды в понедельник мы назвали его «Великий понедельник». Это случилось. Пошла просто чудовищная волна, и каждая была больше предыдущей. Это было нечто. После того, все остальное не имело значения, потому что, наконец, наша мечта сбылась. Сбылась. А при чем это? Притом, что сегодня тоже великий день. Он идет? Да. Я один. Хорошо, возьми его на себя, а я пойду поищу. Николь. Ты не выстрелишь мне в спину. Ты убила мою мечту. Отдай пистолет, Хильда. Все это были иллюзии. Если ты обладаешь копьем, это еще не значит, что весь мир в твоих руках. Отдай мне пистолет. Обращаться осторожно. Произведение искусства. О, нет. Нет. Что случилось? Это ужасно. Что? Подделка. Это невозможно. Ящик прибыл прямо с корабля. При чем здесь это? Я проверила все данные по компьютеру и... И... Ты как всегда умнее всех, Джоанна. Нет, я серьезно. У настоящего копья три кольца. Может быть, одно кольцо уже успели продать? Поздравляю. Вечно ты все испортишь. Я не хотела. Так, Хью, оно замечательное, правда? Правда. Но за такие вещи тебя следует лишить твоей доли вознаграждения. Ну ладно вам. Я пошутила. А я нет. На твою долю я починю свой грузовик. Его лучше отправить сразу на свалку. Я знаю, как сделать, чтобы он ездил лучше. Это не будет стоить тебе даже ценца. И как же? Начало выбрать двигатель. Зачем? Потому что вместо него тебе понадобятся только ноги. Ноги? Конечно. Помнишь, как в этом шоу, Фринстоны, их машины передвигались при помощи ног? Очень остроумно. У меня есть еще кое-какие соображения насчет копья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова